На утро, пробудившись ото сна и позавтракав, караван тронулся далее. Во второй день райдеры преодолели более 90 километров, посетив мыс Командора, озера Синьша, островцы, дриссы, глыба, белая и нещедра. Красота этих мест надолго заполнилась путешественникам. Виталя, где ты был? Я, короче, ждал пока, ну, отстающих, а потом оказалось, что... Ты, ты, отстающий. Да, что-то Виталя подумал, что он не последний герой, потом возвращаясь к ним, а да Влад, а кто еще был за нами? Я говорю, вы последние ребята. Я думал, Катя где-то сзади там. Я вперед уехала. Думаю, сейчас уеду, но Катя будет. Я не знаю. Меня осуждать за это. Конечно. Она тебя будет за другого осуждать, что ты стоял в конце и задержал группу. Виталя, с такими джинсами никто тебя осуждать не будет, поверь. Самые модные джинсы. Виталик, по-моему, Дима неравнодушен своим джинсам. Подари ему. От греха подавишься. Они не спачкал. Они не спачкал. Нормально. Они не очищаются, с такими джинсами. Ну, парадные. Парадные джинсы. Горки по пути с крутым набором не оставили равнодушным никого. После поселка Горбачево дорога резко испортилась. Качество асфальта резко снизилось. Причем каждые 100-150 метров дорога еще содержала следы асфальта. А после начинала почти грунтовка с элементами грейбера. Скорость движения начала снижаться. А уже вытащили гвоздь? Нет, это же дома нет. Есть. А уже вытащили? Нет. Нормально. Да, и засниму, засниму. Нормально. Блин, как бы сейчас не пошла покрышка, блин, не пойдет. Покрышка нет. Блин, да как так? Блин, вот не везет, значит. Ну ладно, срешло не везет. А ты сразу почувствовал? Ну, я переброни еще. Так же начала понемногу портиться погода. Когда группа добралась до Рассон, погода грозно дала понять, что вечером будет холодно и мокро. У большинства путешественников уже сели аккумуляторы телефонов и блоков питания. В этих условиях нужна была хорошая крыша над головой, а лучше всего баня. И она была найдена. Благодаря действиям Димы и разведчиков команды, был найден домохотника в лесничестве. В 15 километрах от Рассон. Вследствие общего решения, караван двинулся в сторону дома охотника, где удалось снять каминный зал и баню. Как сюда мы едем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приехали в Янковичи здесь. Договорились с баней, каминным залом отдохнуть, согреться. Во дворики поставить палатки. Баньку нам топится уже. И за недорого всего 306 рублей за баню и 6 за каминный зал. Лося какого-то искать надо. После поворота 700 метров. Мы проехали 700. Ну вот там здание какое-то. Ну что-то сказала лось. Я даже, ну вы лоси как бы смеялся. Сказал, дурашки. Метров 600-700. Мы проехали. Вон там что-то остановились. Нормально. А там крест был я пропустил? Так, улицу сейчас бросим. Ну должно бы да. Лоси есть. Она сказала уже здесь. Сейчас позовем. Что-то там где-то вход. Там говорят, что какой-то каминный зал. Да. Даже если комнат не там можно. Можно, да. Тихо. А мы узнаем, сколько у них домик стоит. Может там недорого. Она скинет. Лося скажи, к лосю. Леска повернули и ездили до указательного лоси. Дом охотника. Допустим, я мою езжу. Да нет, да нет. Я, наверное, понял. Ну куда ехали? Так, к лосю приехали. Вот дом охотника или что тут? Да. А где лоси? К лосю к знаку картинки приехали. Там где лоси, где направо сюда. Там где лоси направо. Да, направо. И тут хорошо, хорошо, все. Я тут, я стою вот тут. Все, давай. Я, по-моему, плохая новость. Чего? Это не мои. Это не твои очки. Для кого-то другого плохая новость. Очки. Ты меня так не пугай. Вот Виталя. Под твоим колесом лежали, думали, упали, наверное, ты их покатал. Нет. Это не помочь. Я думал, камеру потерял. Вспугал. Всякие это херня. Даже есть мои были. Здрасте. Здрасте. Это я с вами разговаривал. Ну, рассказывайте, что тут у вас интересное. Сейчас мы. А мы думаем, что за лось? Какой лось? А рыба есть в пруду? А это еще надо растопить баню, да? А, вы уже топите. О, даже водичка у вас есть. Ничего себе. После бани плюх. Можно туда плюхнуться? В доме было все необходимое. И сама баня, где вся команда сумела отогреться. И электророзетки, которые позволили восстановить заряд аккумуляторов, электроприборов. И место для сна. Попарившись, поужинав и расстелив коврики со спальниками на полу, райдеры легли спать. Утром после завтрака и сборов от каравана отделились Дима и Миша, отправившись далее по своему маршруту. Остальная группа вернулась в рассон и вышла на маршрут. День обещал быть интересным. Впереди ждало множество озер в заказнике Красный Бор. Горячей воды не было после славянского базара. А вся рация, наверное, выключена? Да. Ты же на зарядку поставил, я вырубил свою. Ну, ее можно просто включать все равно. Не вопрос. Караван в сборе. Ну, вы здесь, поэтому дождем сейчас пару минут. Я говорю, облака зеленый и мох теплый. Не, ну, серьезно. А, в Красном Бору там есть хорошая стоянка, можно там пообедать. Проехав за день изрядное количество песка, посетив заказник, море полузаболоченных мест и крутого серпантина, райдеры достигли озера Лисна, заехав по пути на крутую возвышенность Маяк. Здесь были и заготовлены дрова, и готовое кострище, и много места для палаток на живописном берегу. Поскольку сезон еще не наступил, здесь не было никого, кроме пары охотников, упражнявшихся в стрельбе неподалеку. Закат и ночь прошли отлично. На утро четверо от группы, по предварительной договоренности, отправились на Верхнедвинск, чтобы успеть приехать в Минск до полуночи, из которых двое уехали на вечернем штадлере, а Юра и Дима на машине. Сам Олег с тремя райдерами остались наслаждаться красотами северного края, а также успели заехать в ближайшие архитектурные точки, усадьбы Шадурских в городе Освея и костел с родниками в городе Сарья. Кто не был в этих местах, обязательно побывайте. Находясь на маршруте, можно осознать, насколько может быть разнообразна природа в Беларуси. Красота, аутентичность и разнообразие дорог поражают любое воображение, а многообразие маршрута не даст заскучать ни на минуту.